Участие в расширенном заседании коллегии приняли губернатор региона Вениамин Кондратьев и начальник управления генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов. Также особое внимание в надзорном ведомстве уделяют защите прав дольщиков. В результате принятых совместно с органами власти мер граждане получили свыше 19 тысяч квартир. Сегодня разработаны дополнительные меры, уточнен список проблемных объектов. Каждый из них в этом году должен быть под пристальным надзором прокуроров. Буквально на прошлой неделе в Краснодаре были сданы два старейших долгостроя, 120 семей получили долгожданное жилье. Всего же по итогам работы за прошлый год были восстановлены права свыше тысячи участников долевого строительства. В эксплуатацию введено 54 многоквартирных жилых домов. Коллеги, это вот результат. Вместе с прокурором края, заместителем генерального прокурора Кикетиям Андрея Владимировичем даже провели совместные приемы, где удалось эту ситуацию переломить, а самое главное – вселить надежду, что жилье они получат. Но главное то, что мы надежду вселили, а теперь главное – не подвести. Мы по одну сторону с обманутыми дольщиками, а они по-разной. И мы реально понимаем проблемы не в целом, а по каждому конкретному дому. Вениамин Кондратьев во время своего выступления также попросил прокуроров усилить контроль за соблюдением порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У жителей края много претензий к управляющим компаниям, в деятельности которых сегодня зачастую присутствует непрозрачность, а где-то напрямую, можно сказать, и мошеннические действия, и вывод денежных средств. В этой связи остается максимально активно работать на опережение. Нужны очень быстрые прокурорские реагирования, потому что если мы молчим, значит, люди, жители, вольны думать все, что они хотят. А это тоже неправильное направление – оставить их один на один с проблемой. Ключевой задачей продолжает оставаться качественное разрешение жалоб граждан. За последние шесть лет их количество возросло вдвое. За защитой своих прав в органы прокуратуры в прошлом году обратилось более 216 тысяч человек. Благодаря прокурорским проверкам на Кубани удалось выплатить долги по зарплате почти на 800 миллионов рублей. Продолжается и борьба с коррупцией. Более 90 госслужащих были уволены со своих постов. В отношении почти 100 человек возбуждены уголовные дела.